Здравствуйте, друзья! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Срочная новость, которая потрясла криптовалютную индустрию до глубины души. Генеральный директор Binance CZ только что покинул пост генерального директора Binance. По данным Wall Street Journal, CZ признает себя виновным в нарушении законов по борьбе с отмыванием денег. Первоначально жалоба SEC на Binance была полна обвинений о том, что Binance смешивала свои деньги с деньгами клиентов. То же самое делала биржа FTX. Но в то же время эти обвинения отсутствуют в жалобах Министерства юстиции США. И кроме этого, Комиссия по ценным бумагам и биржам США не подписала совместное мировое соглашение между Binance и Minjust. Именно поэтому кажется, что в этом соглашении что-то не так. Неужели в нем замешаны и другие фигуры? BlackRock, Fidelity, Invesco и другие крупные игроки. Поскольку теперь CZ и Binance исключены из игры, это дает зеленый свет спотовому ETF. Что позволяет BlackRock, Fidelity и Invesco, а также другим крупным игрокам взять контроль на себя. И похоже, CZ почти что предупредил нас об этом всего тремя днями ранее. Отвечая Саму Альтману, уже бывшему генеральному директору OpenAI, CZ написал, «Инвесторы и основатели не всегда совместимы. Не позволяйте никому говорить вам обратное. Честно говоря, ни один человек не может быть на 100% совместимым. А я одновременно основатель и инвестор». Понимание того, когда следует отказаться от контроля над основанной вами компанией, является одним из самых сложных решений. Итак, в рамках сделки США по урегулированию ситуации, Binance согласилась заплатить 4,3 миллиарда долларов. Так сказать, по одному миллиарду на каждый палец. А ведь нужно было показывать меньше пальцев. При этом сам CZ выплатит еще и личный штраф в размере 50 тысяч долларов, уйдет с поста генерального директора и еще три года не сможет его занимать. Важно отметить, что ситуация с Binance несколько отличается от FTX, ведь Binance уже длительное время постоянно публикует так называемый Proof of Reserves, доказательства резервов. И мы видим, что в последнем отчете у них есть 65 миллиардов долларов. И хотя многие сомневаются, сможет ли биржа выплатить 4 миллиарда долларов, не продавая криптовалюту клиентов, Конор провел небольшое расследование. Он отделил криптовалютные активы Binance Corporate от криптовалютных активов их клиентов, используя Proof of Reserves. Оказалось, что общих активов Binance Corporate насчиталось на 6,35 миллиарда долларов и 3,19 миллиарда долларов в стейблкоинах. Так что, похоже, Binance сможет оплатить штраф, не продавая криптовалюту клиентов. Кроме этого, первоначальный платеж составляет не 4 миллиарда долларов, а 1,8 миллиарда долларов. Остальное нужно выплатить на протяжении 15 месяцев. Если биржа с этим не справится, она может объявить банкротство, что может привести к дальнейшему падению биткоина. Итак, CZ принес себя в жертву ради Binance, чтобы биржа продолжала работать, а криптовалюта в Соединенных Штатах имела шанс расцвести. Чтобы кто не думал про бывшего генерального директора Binance, у него, как говорит юрист Джон Дитон, просто-напросто не было другого выбора. Кроме того, что он сделал. SEC снова подает в суд на бирже. Имеется в виду суд против биржи Kraken. CZ уходит с поста генерального директора Binance. И так далее, и тому подобное. Taylor S. пишет, что таким образом происходит расчистка пути для следующего биткоин-булл-маркета. Он говорит, я не согласен со всем, что когда-либо делал осек. Однако ясно, что комиссия в курсе того, что произойдет. Такие люди, как Ларри Финг из BlackRock, хотят быть теми, кто контролирует все. Можно сказать, что бычий рынок вот-вот начнется. И без сомнения будет самым безумным из всех, что мы видели в криптовалюте. Другими словами, одно из крупнейших препятствий для биткоина только что исчезло. Binance оплатит 4 миллиарда долларов. Binance очистила свой статус и право на работу в США как регулируемой бирже. CZ был заменен, но, возможно, и должен был еще некоторое время назад. Биткоин не нуждается в Binance и CZ для полноценной работы. Благодаря Binance также и клиенты FTX получат большую часть денег. Куда же они пойдут? Не обратно ли в рынок? Фактически произошедшие события просто-напросто убрали с рынка еще один большой фактор риска. Но кто займет первое место, которое только что освободил Binance, если все будет так же, как в свое время с BitMix и Артуром Хейсом? Напомню, что случилось в октябре 2020-го. Из-за проблем с регуляторами в США Артур Хейс был вынужден покинуть пост генерального директора BitMix. Основатель BitMix также получил два года условки и заплатил штраф в 100 миллионов долларов. BitMix был одной из крупнейших бирж в 2020 году. И вот что случилось с биткоином после этого. Теперь все то же самое повторяется с Binance ECZ. С одной лишь разницей. Binance ECZ придется заплатить в 43 раза больше. Такая атака против Binance. А биткоин удерживается выше 36 тысяч долларов. Как ты видишь вот здесь. Он вернулся к ключевому уровню среднескользящей MA20. И на этот раз пока отскочил, подтверждая еще раз, уже в пятый раз за последнее время, что этот уровень является мощной поддержкой. Если биткоин упадет ниже него, ниже этого мувинга, можно ожидать поход биткоина вплоть до 33 тысяч долларов. Но в случае, если это скользящее останется поддержкой, можно ожидать продолжение роста биткоина до 38 с половиной тысяч долларов. Пользователи спрашивают, кто займет первое место Binance? После всего этого никто, кроме вот этого человека. Итак, похоже, что Ларри Финк и BlackRock действительно берут контроль над Binance. Вот что написал Трэвис Клинк 16 июня 2023 года. Много разговоров про этот биткоин ETF от BlackRock. И это справедливо. BlackRock в той или иной степени является правительством США. Они также получили одобрение по 575 из 576 заявок на ETF в прошлом. Скажу лишь одно. Шансов на то, что этот ETF будет одобрен, нет. Если Binance останется лидером доминирования на рынке. Если этот ETF будет одобрен, то Binance либо исчезнет совсем, либо ее роль в установлении цен на рынке значительно снизится. Если Binance сохранит свой нынешний уровень влияния, то шансов на одобрение ETF не будет. И мы только что стали свидетелями того, как все это и должно было происходить. Теперь, когда вопрос с Binance, можно сказать, решен, комиссия по ценным бумагам и биржам США наконец сможет одобрить спотовый ETF для биткоина от BlackRock. И именно BlackRock и партнеры BlackRock, такие как Coinbase, окажутся в наибольшем выигрыше от этой ситуации. Кроме них Vanguard, ArkInvest, Nika Asset Management и другие. Даже Fidelity. Многие из этих партнеров тоже имеют открытые заявки на запуск собственных спотовых биткоин-ETF. Джон Диттон пишет, я ожидаю, что из-за этого BlackRock и Vanguard будут покупать еще больше. Кстати, 90% состояния Гэри Гэнслера, составляющего 120 миллионов долларов, находится в Vanguard. И добавляет, вы уже поняли, как это работает? Неужели вы все думали, что они просто привлекут самых крупных клиентов в биткоин, дадут старт массовому буллрану, а затем просто позволят Binance и Kraken зарабатывать деньги на последующем взрыве розничного интереса к криптовалютам США? Да никак нет. Но дальше еще интереснее. Кто пришел вместо CZ? Кто теперь управляет Binance? Никто иной, как некий Ричард Тенк. И все бы ничего, но этот парень является членом Всемирного экономического форума WEF, который был создан Клаусом Швабом. Клаус Шваб, как и весь Всемирный экономический форум, очень не любит свободное хождение твердой валюты, то есть биткоины, которые они не могут контролировать. И вчера человек из Всемирного экономического форума WEF стал генеральным директором Binance. Не можешь победить? Возглавь. Клаус Шваб из WEF говорит, что нам нужно привыкнуть к полной эрозии конфиденциальности. Если вам нечего скрывать, вам не следует бояться. Послушай. В этом новом мире мы должны принять прозрачность. Я даже скажу, тотальную прозрачность. Все должно быть прозрачным. Вам придется к этому привыкнуть и вести себя соответственно. Это будет интегрировано в вашу личность. И если вам нечего скрывать, вам не стоит бояться. Послушай также, как главные медиа мира комментируют ситуацию вокруг Binance. Для более подробной информации к нам присоединяется Ханна Миллер из Bloomberg. Как по-вашему, признание вины главой крупнейшей в мире криптовалютной биржи спустя несколько недель после того, как закончился суд над генеральным директором FTX разгоняет тучи над криптоиндустрией или нет? Это еще один ошеломляющий удар по криптоиндустрии. CZ – крупнейшее имя в криптоиндустрии прямо сейчас. Binance – крупнейшая криптовалютная биржа по объему торгов в мире. Так что это серьезный удар для индустрии, которая сейчас охвачена скандалами и мошенничеством. Ой, как же все плохо по телевизору. Но почему-то от этого я становлюсь только оптимистичнее насчет будущего криптовалюты. Наоборот, если бы биткоин и криптовалюту расхваливали по телевизору во все уши, вот это уже был бы знак задуматься про фиксацию прибыли. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся совсем скоро в новых видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!